Всем привет! У микрофона Амортис, а это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Сегодня у нас снова РПГ и снова в волшебно-средневековом стиле, который, кажется, уже стал стандартом жанра. Впрочем, скофнить не буду, потому что я люблю это самое волшебное средневековье, каким бы заезженным оно ни было. Встречаем, игра Requiem. Краткий замес такой. Было некое процветающее королевство. Ну а потом внезапно отовсюду полезла всякая нечисть. Короля и вовсе похитили, и вокруг творится всякий трэш-угар и садомия. И только ты, избранный герой, можешь остановить зло. Знакомо? Где же мы могли это слышать? Ах да, в практически любом другом РПГ. Но различия, конечно, в деталях. А деталей я касаться не буду, потому что за спойлеры обзорщики попадают в ад. Перед тем, как начать игру, нам предлагают выбрать класс своего персонажа. А классов, в общем-то, четыре. И все они также довольно стандартны. Это ловкач-капитан, варвар, основным параметром которого является сила, колдунья, ну, конечно, интеллект, и живучий рыцарь. Конструктора персонажей здесь нет, модели стандартные. Так что выбираешь класс, придумываешь имя, и можно играть. Ну, а теперь поговорим о графике и анимации. И это нечто странное. Когда я впервые попал в город, у меня одновременно возникло две противоречивых мысли. Первая из них была, о, а здесь довольно мило, симпатичный городок. Ну, а вторая что-то вроде, ну, что за халтура вообще? То есть, создается впечатление, что авторы не захотели или просто не смогли вылезать все до блеска. И мы получили то, что получили. Симпатичные локации, отрисованные в мультяшном стиле, и заселенные довольно стрёмно отрисованными, еще более стрёмно анимированными чуваками. Но, в принципе, это ничего, и милость все же пересилила бы косяки, если бы... если бы не самый ужасный дизайн интерфейса, который я видел за последние пару недель. Нет, ну, серьезно, когда ты смотришь на рамки, создается впечатление, что их рисовали в пэнте, а сами иконки даже не пытаются соответствовать общей цветовой гамме и цветам друг друга. Короче говоря, я плакал кровавыми слезами умиления. Управление же довольно привычное. Джойстик слева, кнопка удара и применения скиллов справа. Кроме того, в опциях есть и другие виды управления, так что выбирай по своему вкусу. Что можно сказать об игре в целом? Ничего нового и ничего выдающегося. Есть серьезные минусы, но в целом она не напрягает, и играть, ну, в принципе, можно. Так что советую всем, кому понравился, например, Торчлайк. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся, ставь лоисы и делись этим видео с друзьями. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mop.ua. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok